Добрый день! Рассмотрим маленький рюкзачок бренда, японского бренда Аннелла. Вот такой рюкзачок 7 литров, модель 2812. Для сравнения, вот мы представили рюкзак 18 литров от Аннелла. Вот, пожалуйста, сравните, насколько они по размерам отличаются. Но на самом деле, эти модели рюкзаков очень такого исключительного качества и исключительного материала. Самое главное, то есть это водонепроницаемый рюкзак, это не ткань, а полипропилен, это искусственная резина. Точно, запомнил. Вот, подкладка 100% полиэстер. Открывается, как и все модели Аннелла, достаточно удобно. Молния непромокаемая у основного отделения и также у кармашка, который находится впереди. А теперь попробуем сорганизовать пространство данного рюкзачка. Вот он такой маленький, аккуратненький, достаточно комфортный. В передний карман спокойно, свободно размещается вот, допустим, такой кошелечек от бренда Herschel. Молнии застегиваются очень легко, быстро и удобно. В боковой карман свободно помещается чехол с очками. И внутреннее отделение. Здесь два маленьких кармашка. Открытие, как у тот вояжа, но, в принципе, как почти у всех моделей Аннелла. Что мы можем здесь разместить? Чехол от Herschel для айпэда. Допустим, такой симпатичный кожаный клатч. Паспорт. Ой, нет, чехол. Чехол с паспортом. И бутылочку воды. В принципе, мы видим, что здесь достаточно еще места для... А, вот мы можем, допустим, маленький кармашек внести в шестой фон. И ручечку. Комфортно закрываем. Как в одну, так и в другую сторону. Слева направо, справа налево. Застежечка. Обращаем внимание на логотипы. То есть, везде выбиты лого бренда. Либо лого, либо название. Обязательно обращаем внимание на штрих-кода. Кер-коды. Которые приведут вас на официальный сайт Амнелла. Что мы видим на задней поверхности? Это карман для доступа к основному содержимому рюкзака. Не открывая верхнее основное отделение. Мягкая спинка. Очень мягенькая по всей поверхности. Уплотненная. Плечевые ремни. Регулируемые. Достаточно очень комфортно. Сейчас я покажу, как оно выглядит вот в руках. И, в принципе, на спине. Просто для лета, для такой комфортной погоды. И даже некомфортный, так как и рюкзак непромокаемый. Просто идеальный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!